Опять же благодарность тем, кто связывается со мной и делится интересными ссылками. На этот раз я открыл для себя это имя. Сразу говорю тем, кто очень удивлен, что я вот только сейчас услышал об этом человеке. Я считаю, о всех знать и слышать невозможно. Зовут этого человека Александр Сытин. И то, что я услышал, то, о чем он говорит, на мой взгляд, это очень умный, образованный человек, явно аналитического склада ума. И, к сожалению, сейчас в России он называется русофобом. Так как я тоже русофоб, в кавычках, ну по крайней мере так обо мне пишут. Я, конечно же, прислушался к его мнению и оказалось, что я согласен практически с 99,9% того, что говорит этот человек. Я сейчас поделюсь с вами его мыслями. Если вы вдруг его не знаете, советую найти все то, что в интернете можно найти из его лекций. Много интересного подчеркнете. Человек, обладающий энциклопедическими знаниями, глубоко понимающий историю, геополитику и прочее. Но вот, что меня удивило. Этот человек русский. Абсолютно 100% русский. И у него хватает смелости, хватает мужества говорить правду о России. Конечно же, он непринимаем в России. Конечно же, как я уже сказал, на него навешивают ярлыки. Но эти люди очень нужны. Для того, чтобы излечиться, сначала необходимо поставить правильный диагноз. Что касается режима, то, конечно, он у меня не вызывает симпатии. Но снова и снова я говорю о том, что режим абсолютно имманентно присущ в стране. То есть, если, допустим, завтра вместо Путина будет другой человек, то либо сразу же, либо спустя какое-то очень непродолжительное с точки зрения истории время, он свернет на тот же самый путь, как во внутренней, так и во внешней политике, который осуществляет на сегодняшний день Путин. Я считаю, что причина тех событий и того, что будет нашего неопределённо тёмного будущего состоит не в личности президента, а в некой сущности страны, если угодно, простите меня за идеалистический философский подход, в её духовной сути. Вот. И ещё один момент. Проблема в том, что в отличие как от государственников, так и от либералов, я считаю Россию абсолютным злом. Вот просто Россию как целое я считаю абсолютным злом. Таким воплощением зла. У меня нет ответа на сегодняшний день, единственное ли это зло, которое существует в мире. Скорее всего, нет. Но то, что это, безусловно, является воплощением зла, порождающим зло из самого факта своего существования, ну, в общем, для меня это очевидно. При этом нужно оговориться, это непременная оговорка, что когда я говорю о России как абсолютном зле, я прежде всего имею в виду опять-таки духовное бытие, потому что я напишу когда-нибудь об этом, когда будет досок время и будет разблокирован Фейсбук, потому что меня это жутко всё-таки раздражает, что негде публиковаться. Я напишу об этом. Я считаю, что и принадлежность к русскому этносу, и согласие, чёрточка не согласие, с политическим курсом России, это определённый духовный выбор человека. Причём выбор индивидуальный. Это не паспорт, не национальность, не генный состав, это не физиология, это духовный выбор. И, соответственно, под уничтожением абсолютного зла я понимаю уничтожение или нанесение существенного ущерба той форме духовности, которая мне представляется наиболее ненавистом. Единственное, в чём я не согласен с господином Сытиным, это в том, что он желает распада России в духовном смысле. А я персонально уверен в том, что Россия не просто это вселенское зло, но и то, что необходимо не просто духовное отмежевание, необходимо физическое отмежевание от этой страны, если вы на самом деле видите её суть. То есть лучше не жить, не находиться, не воспитывать детей в этой стране, то есть попытаться физически отделиться от этой страны. И дальше я желаю этой стране, конечно же, физического исчезновения, то есть развала. И надеюсь, что на развалинах вот этой уродской империи будут созданы какие-то другие новые современные государства. Неважно, как они будут называться, об этом можно говорить ещё очень много, но это будут государства, которые всё-таки начнут свою новую историю. Я уверен, что Россия, переживающая сейчас стадию, сравнимую с четвёртой стадией рака, всё равно должна развалиться. Невозможно всё теми же ненадёжными материалами, такими как ложь, насилие, агрессия, продолжать склеивать куски эту страну-тюрьму народов. То есть я, в отличие от Сытина, надеюсь не только на духовный развал, но и на прямой самый настоящий физический развал. Накануне присоединения Крыма, в году в 13-м, я был убеждён в том, что Россия беременна революцией. Вот, то сейчас я, пожалуй, что отношусь к этому высказыванию аккуратнее. Я считаю, что если она таковой и беременна, то сроки этой беременности непредсказуемы. И определённые резервы у режима есть. Вот, но, прежде всего, у режима есть деньги. Он их, правда, не готов тратить на то, на что хотелось бы, и на то, чего от него ожидают. Но главная опасность для режима, опять-таки, если бы у него были мозги, состоит в том, что он, Путин, в принципе, и историки потом об этом напишут, когда всё это закончится, и уже, наверное, не наше поколение историков об этом напишет. Путин проявил и проявляет потрясающее упорство в отказе от смены элиты. От него ждали. Он мог очень сильно и очень заметно укрепить свои позиции, если бы после выборов или после пенсионной реформы, условно говоря, вот сейчас, там, чуть раньше, чем сейчас, он сменил бы кабинет министров. Причём лично Медведевым. Я прекрасно понимаю, что Медведева ничего не зависит и так далее, и так далее, но для народа это было бы показательно. И он мог бы очень серьёзно, не меньше, чем с Крымом, года на три, может быть, на два, продлить вот такую эйфорию. Да, власть что-то делает. А так у народа ощущение, что власть не делает ничего. С 1985 по 1991 год, особенно на фоне объединения Германии, поверила, имела неосторожность, имела глупость поверить, что Россия, в скобочках русские, такие же, как они. И вот сейчас недоумение Европы, её неспособность, и неспособность её политиков вести какую-то дипломатическую линию, вырабатывать санкции, принимать решения, противостоять инициативам России, в ООН. Вот, являются, собственно говоря, следствием вот этого глубокого заблуждения. Нет, не сбросят, потому что, ну, как, собственно говоря, деньги могут кончаться, и был период, когда денег не было, и Чечня, например, предлагала России себя с неё сбросить. Известно, чем это закончилось для России и для Чечни. Значит, нет, у меня другая точка зрения. Значит, никогда никто ничего не сбросит, потому что составляющей русской политики, русской духовности и менталитеты является бесконечное приобретение территорий. Но дело-то всё в том, что я вот, когда после того, как на меня плиту сбросили, лежал в больнице, то я оказался в палате с человеком, который достаточно близко знает крымскую ситуацию. Хотя там уже не живёт, но у него там огромное количество родственников, он систематически там бывает. Причём эта ситуация не побережья, не того, что показывают телевизионные картинки, а крым-то ведь он большой, а вот, это ситуация внутреннего пряма. Так вот, если коротко. В Крыму происходит, наверное, сейчас завершается, а может быть завершился, коль скоро они заявили о окончательной интеграции, то, скорее всего, вот этот процесс, как он это назвал, распила южного побережья и делёжки тех мест, которые могут представлять какой-то интерес к курортной точке зрения, мне трудно это понять, я никогда в жизни не поеду и не могу вообще понять, что людей туда тянет. Вот эта делёжка, она заканчивается. Ну, там есть какие-то силы, какие-то группы, этого я ничего не знаю, поэтому говорить не буду. Короче говоря, делёжка это заканчивается. Что касается внутреннего Крыма, то там не произошло равным счётом ничего. Ни с украинских времён, ни с советских, в смысле доукраинских, украинских, а вот, там, хрущёвских, а вот, ни, я думаю, даже со времён крымского ханства. Значит, те заводы, которые были и существовали при Советском Союзе, и которые закрыты были, там, ну, закрыты, они были уже как бы под украинской юрисдикцией. Вот, ничего это не восстановлено, всё это закрыто, дороги внутренние не делаются, и никакая инфраструктура не отлаживается. Отлаживается вот этот вот узкий кусок побережья, который представляет интерес с точки зрения доходов. Вот, собственно, всё, это всё, что нужно знать об этом. Стоит ли все подобные сообщения считать реальной угрозой, или это кому-то напекло голову? Для того, чтобы разобраться, я предлагаю сначала послушать несколько подобных заявлений. За Крым надо воевать, и воевать стратегично, правильно и эффективно. Украина также должна готовиться к военной деоккупации Крыма, в том случае, если все остальные методы будут использованы. Нам нужна новая армия, новая гвардия, новая полиция. Мы должны её воссоздать, и тогда, при наличии нашей воли, Крым будет с нами. Так, как мы вернули надежду, так мы вернём Донбасс, так мы вернём Крым под украинский суверенитет. Я чувствовала, что может быть Третья мировая война, и это чувство у меня не пропало. Крым, возможно, вернётся во время этой Третьей мировой. Первое замечание в адрес украинских коллег. Наивно предполагать, что Россия отдаст Крым за мешок картошки. Россия Крым не отдаст. Она сдохнет, но не отдаст. Скорее, она отдаст Смоленск, Калининград, всё что угодно. Замечание российским оппонентам. Да подождите, дайте сказать. Подождите. Значит, замечание российским оппонентам. Я берусь вам только напомнить одно, что... Леонид Владимирович, не уподобляйтесь вашим оппонентам. Факт присоединения Крыма к России не признанным международным сообществом и не будет таковым признанным никогда. Это очень страшно. Это нужно помнить. Нас испугали до полусмерки. Просто до полусмерки. Никогда не говори никогда. Великая фраза. Да не будет оно признанным. Никогда не говори никогда. А когда тебе судьба о туристическом сезоне, можно столько угодно, сезон покажут. Она сдохнет, но не отдаст. Скорее, она отдаст Смоленск, Калининград, все что угодно. Она сдохнет, но не отдаст. А? Каково? Она сдохнет, сдохнет. Ну, включите мозг, ребята. Не сидите вы в твиттере, как будто вы зомбированы, абсолютно приклеены к своему стулу. Брат, ну ты за что-то отвечаешь вообще? Ну, когда ты делаешь это, ты должен понимать, что в какой-то момент жареный петух может свить гнездо в том месте, в котором гнезда не вьет, птицы нормальные. А? Советую найти все возможные его лекции. Советую познакомиться с этим политологом поближе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!